Приветствую вас. В первую очередь не совсем понятно, к кому вы обращаетесь, Наталья, вот, и какой, собственно говоря, помощи вы хотите, потому что все вопросы, которые вы задаете, на мой взгляд, они обращены больше не к психологам, а к эзотерикам, а мы не являемся таковыми. И соответственно ответить на вопрос о том, что, например, с ним происходит сейчас с мужчиной, а также, что он сделал, например, с вами, вот, на мой взгляд, это совершенно некорректная история, вот, это некорректная постановка вопроса, вот, потому что это не решает вашу проблему, вот. А какая же может быть ваша проблема? Собственно, то, что вы бегаетесь за человеком, да, вот, ну, как вы говорите, что-то вы ему пишите, хотя, ну, никогда так не делали и ни с кем так не делали. Вот. Тут нужно, конечно, разбираться, потому что, как правило, здесь некоторые есть проблемы с самооценкой, или есть некоторые трудности со своими страхами, вот, в том числе, например, со страхом одиночества. Ну, ну, может быть, вот, и соответственно, это очень сильно может влиять, очень сильно может влиять, в том числе, на вас. Вот. Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь нужно, ну, как минимум, на этом, надо засунуть внимание там, то, что человек вас, по сути, по сути, отдалкивает, человек, по сути, находится с вами в таких весьма инструктивных отношениях, вот, а вам в него очень плохо. Почему плохо? Вот это состоит состояние, состояние, когда вам плохо, он без человека. Оно, на мой взгляд, требует своего рассмотрения, если хотите, оно требует своего разбора. Потому что это довольно такой, ведь важный момент. Почему? Потому что вам плохо, вам плохо, но вы как будто бы не знаете, почему вам плохо. Как будто бы вы не понимаете, с чем это правильно. То, что вам плохо. А ведь это очень, очень важный момент. Понимаете? то, что, то и если вы не знаете, почему вам плохо, вы не знаете, что происходит с вами. Когда вам плохо. Вот. Это очень важная история. Вот здесь. Вот здесь. Потому что у вас получается конфликт внутренний. Он возникает. Он возникает. В том числе. В том числе, возможно, из-за внутренних противоречий и того, как на вас влияет, ну, то, что, например, вы не вместе с человеком. То, что он вас обижает и так далее. Вот. И все в целом, как мне кажется, у вас здесь вот такая тенденция, тенденция бежать от своих чувств, не выращать их, не разбираться в них, не изучать их, не исследовать. Вот. А в какой-то степени просто стараться избежать. Избежать вот того, например, что, допустим, вам больно. А в этом нет ничего такого необычного. В этом нет ничего именно дурного. То, что вы пытаетесь избежать боли. Но на мой взгляд, именно в силу, именно в силу того, что вы пытаетесь избежать, именно в силу того, что вы пытаетесь избежать от некоторых чувств, чувств в том числе, ну, таких вот негативных. И не понимаете, что происходит с вами. Например. Отсюда есть, как мне кажется, ваши сложности отсюда, есть, как мне кажется, ваши трудности. Вот отсюда возникает, как мне кажется, ваша проблематика. Вот. Ну, потому что, да, потому что вы не знаете, что делать. Вот. Вот. Вам. С тем, что вы ощущаете. Например. И соответственно. 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 то, что предложил бы вам я рада. Это как раз таки поисследовать ваше состояние. То есть, что с вами происходит в этот момент. В момент, когда вам плохо, как вы говорите. Вот. На мой взгляд, собственно, это важно. Потому что, ну, это вот такой ключевой, как мне кажется, элемент этой ситуации. Вот. что данный человек, ну, мужчина, задел вас что-то. Здесь спасибо вам. Вот так плохо. Сейчас. В том числе. Вот. На мой взгляд, в этом нужно разобраться. Как мне кажется. Как мне кажется. И если мы в этом разберемся, то вам будет гораздо проще в этой ситуации ориентироваться. Вам будет гораздо проще понимать, что происходит. Вот. Для этого, правда, нужно будет, как мне кажется, посмотреть на то, как вы реагируете непосредственно. на то, что делает мужчина. Ну, то есть, как вы воспринимаете, да? То, что он делает. Вот. И посмотреть на себя. Не торопиться. Не торопиться. Не торопиться. И избегать их. Своих, ну, переживаний. Вот. Смотри. Ну, поисследовать их. Несколько поисследовать их. Вот. И изучать себя. Вот. Вполне может быть. Такая история. Что, поизучав себя, вы поймете, что происходит. И... Когда для вас это станет очевидно, кто знает, может быть, может быть, вы поймете для себя, что вам делать дальше. Ну, просто поймете для себя, как вам дальше поступать. Вот. Ага. Пока что вы просто пытаетесь человека понять. понять. Пока вы просто пытаетесь эм... Как-то вот, я не знаю. Эм... Ну. Пока вы пытаетесь эм... Просто как-то эм... эм... На человека направить, в общем, эм... Свою энергию, а не эм... Не на себя. Не на себя. Не на себя. Понимаете, да? О чем... О чем идет речь? Это вот эм... Одно из... Из, к сожалению, проявлений эм... Созависимости, когда... Человек... Вместо того, чтобы эм... Ну... Условно говоря, эм... Смотреть на себя, да? Человек эм... Смотрит на... Друг... Ну, на других. Это, конечно, очень всегда... Грустно. Грустно. Грустно наблюдать. Вот. И моя задача, наверное, заключается в том, чтобы... направить вас... Направить... Эм... Направить... Эм... Вашу энергию именно вот. physio, которая.. Эээ... Будет... Помогать вам... Эээ... Лаз-ли-те.. они зацикливают вас на других людях, как это происходит сейчас. То есть, мне хотелось бы для вас, наверное, этого в большей степени. Дальше, как мне кажется, выяснится какие-то моменты ещё. Вот выяснится какие-то аспекты ещё. Выяснится, что вы же получаете. Смудем своим, ну не будем, по крайней мере, отцом вашего ребёнка. У вас не сложились отношения с ним. Вряд ли это случайно. Я к тому, что вряд ли это произошло случайно. Вот. В смысле, мне кажется, что это, ну, к сожалению, будет тоже, ну, определённая такая закономерность. Хотя, я, ээээ, вне стеков, вне стеков, вне стеков, там, я этому не рад. Потому что, тому, что подобные вещи происходят. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее. То есть, это вот то, на что я тоже хочу обратить ваше внимание. Вот здесь определённая система. Вот, и... В этой системе вы находитесь. Ну, как бы до всех пор. Вот, наверное, такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Ну, понятно, что есть много нюансов. Вот это само собой разумеющееся, что есть очень много нюансов. Ну, 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 в контексте, в контексте. Ваше согласие, что я не хочу... Ну, как бы... Я не хочу... Я хочу... tsk бы думали, что вот... Сейчас я... a.... как бы ну... Ну, прик.. Прикваждаю вас... вот какой-то вот такой конкретно истории. Нет! Нет! Просто, вот, пытаюсь указать вам на какие-то моменты, на мой взгляд, довольно важны. Вот. На этом все. В принципе, я думаю, можно закончить. Мой ответ, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, вот, надеюсь, это вызовет у вас какую-то обратную связь. Вот, 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 как у вас появится. Вот. Что послушать началом психотерапии? Что послушать началом психотерапевтической работы с вами? Вот, я надеюсь только на это. Надеюсь на то, что вы захотите этим заниматься. Желаю вам всего, всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...